Вот эта ситуация с пожарами, которая просто, ну она из года в год, конечно, появлялась, да, но тут совершенно такое чувство, что загорелась вся страна, так или иначе. И вот когда из разных областей сообщают, что повсюду пожарщик, вы это связываете, насколько это опасно, безопасно, честно говоря, это даже в некоторых случаях вызывает какое-то такое чувство, ну какое-то тоже недоверие и даже дополнительной паники к этому коронавирусу в связи с вот этими бесконечными задымливаниями, тем, что нечем дышать, чернобыльские леса горят, вот как вы это, как человек, который близок к экологии, который занимается этим какой-то... Это, Люд, это опять вопрос не столько экологии, вы знаете, традиционно стерню в Украине полили. Ну, конечно, из года в год это... И это продолжалось, там, не год, не два, это продолжалось столетиями и так далее. Была ответственность, да, и следили, и просто... Потом у нас на законодательном уровне, под влиянием, там, откровенно лоббистских сил, был принят закон, запрещающий жизнь. Это стало запретным. Никогда запретные нормы, кроме запретных норм базового порядка, знаете, как в Библии, не убей, там... Никогда запретные нормы не приносили позитивного результата. Кто сомневается, пусть обратится к опыту Соединенных Штатов закон о запрещении алкоголя. Ну, да. Вот. Никогда запретная норма не решала вопрос. Это стало... То есть, если раньше селяны, когда полили стерню, они шли по полю и следили с лопатой, чтобы оно там не вышло, чтобы оно не это самое, то сейчас это же нельзя, а стерню с полей все равно нужно. И подпалил и убежал. А чаще сейчас уже вообще об этом не думают. Бросил-то мы и убежал. Если это запретно, это будут делать. Если это очень запретно, это будут делать много. Штрафами, наказанием это вопрос не решить. Это вопрос образования. Потому что если действительно раньше в селе следили за этим, как идет огонь, куда идет... Вот он дошел до мест. Были полосы, были канавы окружающие. Это самое. Сейчас же все этого нет. То есть, это было усыстемовано. И ничего плохого не было. Потому что, да, в том числе сгоняли и дикую живность, и птиц полей, пахотных полей. На пахотном поле живность не живет. Она живет в степи, на диких полях, на парах. Но не на пахотном поле. Она потом приходит туда, когда там сходит что-то. То есть, вопрос образования, то, что происходит в Чернобыльской зоне, это вопрос, опять же таки, разгильдяйства и нехватки понимания о последствиях. Последствия не обязательно должны быть. Вы понимаете, мы пытаемся задумать ответственность внести как наказательный элемент. То есть, ответственность – это наказать. Понесть наказание. Нет. Ответственность – это понимать всю полноту последствий. А этого никто не… Последствия причем разные. Не то, что тебе штраф дадут, что тебя накажут. А что, почему? То есть, запрет должен быть обусловлен и понятный почему. И тогда есть надежда. То есть, мы вошли в период, когда быстрых решений уже не будет. Может быть, быстрое медиа-событие – да. Но это, простите меня, будет пшик. Сейчас необходимы длинные решения, которые будут давать плоды через годы. И нам нужно терпение, а не медийная картинка, которая нас приучили и на которую нас подсадили как на иголку. К вам это не относится.